Всем привет! Сегодня о рассаде. Немножко. О томатной рассаде. Вот это рассада, которую я замачивала 4 февраля. Значит, все абсолютно растения разные. Очевидно, что в первом лоточке здесь, конечно, растения пораньше. Это те, которые проклюнулись самыми первыми. А проклёвываться они у меня начали где-то на третий день после того, как я их замачивала в питательном растворе. Видео об этом есть на канале. Кому интересно, посмотрите, как я замачивала их на ватных дисках, чем поливала, чем обеззараживала. Всё там есть. Все помидорчики у меня проклюнулись постепенно. Вот эти самые первые. Я вам даже сейчас скажу. Тут у меня 4 сорта в этом поддончике. Ещё раз говорю, что это у меня экспериментальные томаты. старые-старые семена, старых сортов, которые я выращивала раньше, но по каким-то причинам не доходили у меня руки, чтобы их посеять. Ну и просто захотелось возобновить вот эти сорта. Значит, у меня тут Деберао гигант от 2011 года. Деберао жёлтый от 2011 года. Жёлтый сладкий – это мамин сбор от 2013 года. И не такие уж старые. Это оранжевые сливки последние от Аэлиты. Это 2017 год. Но они у меня в прошлом году почему-то не взошли. А в этом году взошли. Вот вам и пожалуйста. Если вы сеете новые семена, покупные семена, вот посеяли часть, часть у вас осталась. Вот они не взошли. Вот почему-то не взошли. Не спешите ставить крест. Вот в прошлом году у меня вот они вот эти оранжевые сливки не взошли. А в этом году взошли. Видите? Поэтому, ну как, если бы я их выкинула, но не взошли, я бы выкинула. Ну и не было бы у меня оранжевые сливки. А так я им дала второй шанс. Они у меня, видите, какие хорошие, крепенькие. Вот. Дальше у меня идут томаты, те, которые стали всходить позже. Это сорта, я вам сейчас скажу, чёрный, это тоже момент сбора. У неё так чёрный, красный, розовый, большой, маленький. Так. Тоже неплохо взошёл. Но вот интересно, что кто-то им, похоже, вот некоторым откусил голову. Не развернулись семидольки здесь, я смотрю. Но я ещё там посмотрю. Мне, собственно говоря, много этих томатов и не надо. Буквально одно-два растения, которые я потом буду просто оставлять на семена, для того, чтобы у меня они остались в моей коллекции. Просто не хочется потерять вот эти сорта. Они проверенные, они высаживались, выращивались годами и приносили очень хороший урожай. Значит, в этом лоточке чёрный, я уже сказала, это мамин сбор 2012 года. Покоритель сердец следующий идёт. это 2012 год, это, по-моему, аэлита у меня. Дебарао гигант, это вообще 10-й год. Я их несколько разных посадила. Есть 11-й, есть 10-й. Оставлю и тот, и другой, посмотрю. По моим наблюдениям, томаты, те, которые выращиваются из старых просроченных семян, дают просто огромный урожай. Видимо, они настолько хотят оставить после себя потомство, что не сравнить с теми, которые в прошлом году, допустим, семена собрали, посеяли, и урожай уступает. Это я уже проверила. Так, дальше у меня идут золотые купола 2012 год и итальянский сорт корди буги, сердцебуйвола. Вот он только-только вот три вот три растения. золотые купола, их можно купить, конечно, я согласна, можно купить. Но вот эти семена, которые я посеяла, эти томаты, они во много раз крупнее. Это из самых первых золотых купола, когда появились, они очень крупные, очень урожайные. Вот, не сравнить даже с первыми, с первыми семенами, которые были куплены, из которых я уже собирала свои семена и выращивала эти томаты золотые купола. Крупные, много, урожайные. Мне хочется иметь свои семена, чтобы не зависеть от производителей семян, потому что я просто знаю, что это шикарные томаты. Я их посадила и хочу вырастить себе дальше на семена томаты, ну, конечно, на еду. Так, следующий лоточек у меня это вот этот первый ряд, это тоже мамин сбор, они так и написано неопознанные, крупные. Хочу один хотя бы томатик посадить, чтобы посмотреть, что же это за неопознанный, крупный. Следующий идёт, очень плохо всходит, томат Воловское сердце, это чешский сорт. В прошлом году я тоже его высаживала, не взошёл, в этом году взошло два растения тоже, видите, как вот казалось бы, свежие семена совершенно на 20-го года и плохо взошли, в прошлом году вообще не взошли, не проросло ни одного семечка, а в этом году взошло, мне вот двух на развод вполне хватит. Дальше идут розовые купола, я их не выращивала, просто просроченные тоже семена у меня лежали, частенько так бывает, что не успеваешь выращивать, поэтому в догонку высаживаю, чтобы посмотреть, что же это за розовые купола к своим жёлтым куполам. Дальше у меня идёт орлиный клюв 2011 года, вот они тоже пока три растения у меня, я надеюсь, что будет больше, я бы посадила столько, сколько взойдёт. Вот этот томат, если кто-то выращивал орлиный клюв, знают, насколько он сладкий, насколько он урожайный и очень красивая форма, сердцевидная с таким изогнутым носиком, очень красивый. И последний томат, это вот этот «Покорите сердец» от Аэлиты, 2012 год. 2012 год. То есть, это тоже те томаты, которые я не смогла вырастить по причине того, что не успеваю и не могу сразу выращивать все сорта томатов, которые у меня есть. У меня ещё есть два подончика с сортами вот этих вот старых-старых ещё два подончика. в каждом из них где-то по четыре, где-то по пять сортов. Я возьму, конечно, максимум по два, по три растения из всех этих сортов. И у меня получится всего-то штук пятнадцать, ну, может быть, шестнадцать, семнадцать стаканчиков занятых вот этими старыми сортами. Остальное буду раздавать, конечно, потому что хочется посадить новые сорта, посмотреть, как же это будет. У меня же ещё экзоты не посажены, половина экзотов, которые я получила в прошлом году, а ещё мне девочки прислали свои семена и подписчицы, и подружки прислали. Ну, вот в этом поддончике уже видно, что томаты начинают давать настоящий лист. Вот они такие красавцы стоят, и уже пошли настоящие листочки. Это у меня самый такой первый, пережает всех жёлтый томат маминсбор 300 граммов сладкий, какой-то из гигантов, по-моему, от 13-го года. Значит, он у меня пойдёт первым на пикировку, потом пойдут де-барао гиганты, де-барао жёлтый у меня здесь есть. Кстати, красный у меня де-барао только-только в зачаточном состоянии отстаёт. Люблю де-барао и в прошлом году я выращивала жёлтый де-барао, позапрошлом красный де-барао и розовый де-барао. Ну вот, я не знаю, лучше помидора на засолку я не знаю, поэтому очень люблю де-барао, они вкусные, сладкие, порционные, очень хорошо идут тоже в салат, несмотря на то, что они небольшие, но поскольку у них такие плотные, плотные, хорошие плодики, их режешь, они не текут одно мясо, вот они небольшие, не скажу, что они маленькие, они небольшие, но они такие плотные, хорошие, и на салатик, на пиццу, просто прекрасно, и в заморозку мне очень нравится, кроме того, их очень хорошо вялить, вот де-барао у меня идут на вяленье, из этих вот томатов пойдут у меня оранжевая сливка на вяленье, потому что они очень красивые, представляете, вот и жёлтый, и красный, и розовый, и всякие разные, вот когда завялишь их, в ванночку сложишь, зальёшь маслом, очень вкусно и очень красиво, теперь вот надо уже готовить стаканчики для того, чтобы рассаживать вот эти томаты, я думаю, через неделю их, скорее всего, уже придётся пикировать, пересадку буду проводить несколько раз, сначала в небольшие стаканчики, а потом по мере роста я пересаживаю в большие и большие стаканчики, и те томаты, которые нацелены на ранний урожай, я могу пересадить даже в 5-литровую ёмкость, их не так много у меня таких томатов, вот в прошлом году я выращивала, по-моему, у меня было 5 больших ёмкостей, которые я использовала для того, чтобы вырастить ранний урожай, потом я их даже пересаживаю в ёдра, у меня в теплице или в какие-то другие ёмкости, и они раньше всех начинают плодоносить, вот это меня очень радует, что я могу таким образом приблизить урожай, ну а вот эти будут, конечно, догонять, вот два поддончика, те, которые я вам не показала, они только-только показываются петельки, то есть вот от 4-го февраля ещё хочу вам подчеркнуть, что от 4-го февраля, смотрите, какие разные всходы, вот какие разные абсолютно всходы, есть более ранние, которые проклюнулись на третий, там, четвёртый, пятый день, а есть те, которые проклюнулись через недельку и чуть позже, вот, ну, я не переживаю по этому поводу, у меня, по-моему, осталось ещё не проклюнувшимися сорта 2-3, в том числе там и бычелок, хочется надеяться, что тоже прорастёт, потому что очень хороший, вот такой настоящий бычелок, не маленький, вот эти много, сердцевидный, а конкретно такой плотный, большой, хороший бычелок, по-моему, от 9-го года, ну, вот он такой вот туго всхожий у меня, земля у меня покупная, здесь у меня вот первые подончики, я ещё не купила землю и у меня оставалась цветочная земля, там, целлит, там ещё различные добавки и я посеяла вот сюда эти первые помидоры, ну, они зелёненькие, хорошенькие такие, упругие стоят, им всего хватает, я думаю, что грунт вполне сбалансирован, сеяла я уже пророщенными семенами, я уже говорю, по бороздкам у меня вот, видно, редки такие, сеяла, старалась так их пореже располагать, но кое-где у меня загущено, я просто смотрела, что остаются семена пророщенные, ну, и добавила, но, в принципе, я их тут повыбираю, а остальные будут расти, буду раздавать, значит, вот я пролила перед тем, как разложить семена, пролила землю, уплотнила, землю, и потом уже на уплотненную землю я раскладывала вот эти все семянышки, разложила, потом сверху где-то сантиметр добавила земли, я, кстати, еще что буду делать сегодня, завтра, я буду добавлять сюда землю, сантиметра полтора я добавлю землю, для того, чтобы помидорки у меня были поустойчивее, им хватало больше питания, потому что они берут питание не только корневые, сейчас корень у них вот этот стержневой, немочковой, очень слабый, он будет развиваться, и помимо этого по стволикам пойдут дополнительные корешочки, значит, вот я как полила их первый раз, эти семена, вернее, я положила на пролитую землю, с тех пор я их так и ни разу не полила, и не буду поливать, им сейчас вполне хватает той влаги, которая находится в поддончике, не буду поливать их практически до пикировки, я вот так вот пальцем трогаю, земля влажная, на глаз вы никогда не определите, насколько земля высохла, или положенное время вы там должны поливать, ничего вы не должны поливать, пробуйте пальцем, если земля влажная, им всего хватает, не надо их заливать, отсюда и черная ножка, отсюда куча болезней, поливала я, кстати, я уже говорила, просто так я водой не поливаю, обязательно с добавкой фитоспорина и триходермы, вот только так я поливаю томаты, точно так же я поливаю и перцы, и баклажаны, простой водой я ничего не поливаю, очень-очень слабым раствором, очень слабым, даже гораздо меньше концентрации, чем указано обычно в рекомендациях, температурный режим, все томаты у меня уже на досветке, как только показались петельки, сразу же включаю подсветку, у меня простые лампы, у меня никакие не фитолампы, и абсолютно нормально развиваются под этими лампами, я уже показывала, в прошлом году мне муж сделал стеллаж, я делала видео, что это за стеллаж, как он устроен, и как у меня там себя чувствуют мои саженцы, все вот эти сеянцы, сейчас они у меня на досветке, особенно в утренние и вечерние часы, днём я их выставляю на окошко, света сейчас достаточно, и там настоящее солнышко, кроме того, на окне у меня, конечно, гораздо прохладнее, в течение всего светового дня, они у меня сейчас находятся на окне, где достаточно солнца в течение дня, ну скажем так, часов до пяти они у меня на окошке, после этого я опять переношу их под лампы и досвечиваю часов до одиннадцати, они у меня под лампами, вот, ночью я опять их перетаскиваю на окошко, потому что там прохладно, и рано утром я опять ставлю их под лампы, и где-то когда уже повернёт у нас солнце с нашей стороны, это обычно после 12 часов происходит, я опять выставляю на окна, конечно, таскаю зад-вперёд, но это ранние помидоры, с ними стоит потаскаться, их сейчас не так много, основная часть у меня будет такая более самостоятельная, то есть я буду уже выращивать только на стеллажах эту рассаду, и таскаться я с ней не буду, потому что такого риска, что она перерастёт очень сильно не будет, а вот эта самая первая рассада, у неё есть все шансы вытянуться, причём вытянуться так хорошо, что потом, конечно, с ней мучиться, поэтому я её сейчас буду обязательно подсыпать, чтобы немножко отвлечь её на то, чтобы она давала вот эта рассада, эти стебельки томатов, дополнительные корешки из стволиков, это вот такой приём, который позволяет остановить рост растений, кроме того, можно купить некоторые препараты, которые используются для того, чтобы приостановить рост растения, томатов, любых культур, там перца, баклажанов, то, что вы не хотите, чтобы у вас сейчас вытянулось, можете пролить тоже, и рассада будет более коренаста, я обычно использую дважды такой препарат, это тогда, когда я пикирую первый раз, и когда уже перевалку делаю второй раз, вот тогда я использую этот препарат, и рассада не вытягивается, кроме того, я ещё использую, сделала год назад HB-101, в общем, препарат этот замечательный, у кого есть возможность приобретайте, но только, конечно, настоящий препарат, либо сделайте сами, по-моему, кто-то, а, да, Иван Русских говорил, как его приготовить, есть такой канал про цветок, там он рассказывал, как можно приготовить этот препарат, я, кстати, по его рецепту делала, вот этот HB-101, вот, ну, и сейчас что, вот сейчас буду только смотреть за тем, как они будут развиваться, чтобы не упустить момент, если они будут уже с настоящим листочком, значит, их пикировать, причем пикировать буду заглублять хорошо, по самые помидоры, по самые семидольки практически, ну, чуть-чуть, вот оставлю, наверное, полсантиметрика, и тоже, опять-таки, не переливать, пикировать во влажную землю, но не болото, чтобы вода не стояла, не нужно это, вот, интересная штука, когда у меня есть лишние томаты, да, и никто уже не могу никуда пристроить, я их обрезаю, ставлю в воду, в воде стоят и дают корни прекрасно рассада томатов, но если вы начнете в земле заливать те же самые томаты, они начнут просто гибнуть, вот такая вот интересная история, не знаю, может только у меня, но я не люблю переливать, я не люблю переливать, я люблю, чтобы томаты у меня были чуть-чуть увлажненные, не перелитые, и тогда они не будут у вас повреждаться ни черной ножкой, ничего не будет нападать такого страшного, вот, будут здоровенькие томаты, которые потом с успехом высадите в грунт, вот, ну все, на сегодня все по томатам у меня, перцы, баклажаны у меня только-только начали проклевываться, поэтому показывать их пока не буду, замочила их практически в одно и то же время, видите, как по-разному растения всходят, ну, видимо, еще и не совсем свежие, конечно, перцы, хотя, я часть посадила, этого года покупала семена, гибриды, и сорта и гибриды в этом году покупала, часть прошлогодние у меня остались прошлогодние, кстати, взошли скорее, чем, проросли скорее, чем, вот, этого года, от гавриш, кстати, семена от гавриш я купила, я показывала, было видео у меня на канале, от гавриш семена, гибриды перцев, баклажанов, я их вот замочила, и они у меня вот в таком, как-то, замерзшем состоянии и сидят, надеюсь, что все-таки прорастут, время еще тоже, есть, позволяет, вот, почему еще и надо перцы и баклажаны высевать пораньше, они более туго всхожие, есть, конечно, если вы сеете из своих семян, там, конечно, история другая, но покупные всегда загадка, вы не знаете, что, как и когда у вас зайдет, это всегда практически кот в мешке, очень редко, если вот удастся купить такие семена, именно перцевые баклажаны, которые просто вот выстреливают молниеносно, вот позапрошлом году мне повезло, мне попались семена, такие семена, которые очень быстро проросли, а в этом году, похоже, не очень, ну, ничего, будем пытаться выращивать, проращивать и надеяться на хороший урожай, всех огородников, включая себя, я поздравляю с началом огородного сезона, всем богатых урожаем, всем всего хорошего, всем позитива, не расстраивайтесь, если что-то у вас не получается, поэтому начинайте немножечко пораньше, если вы не уверены в своих силах, чтобы у вас была возможность что-то исправить, все, всем пока-пока, до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok